Здравствуйте! Мы начинаем еженедельный брифинг пресс-службы администрации города Кумертау. Я расскажу о текущей работе администрации. Озвучу основные мероприятия прошедшей недели. 22 ноября в рамках реализации пилотного проекта развития кадрового потенциала в Кумертау состоялась ярмарка учебных мест для выпускников школ. В ближайшее время город Кумертау ожидает получение статуса территории, опережающего социально-экономическое развитие. Этот статус позволит привлечь новых инвесторов, соответственно, потребность в молодых и профессиональных кадрах резко возрастет. В течение недели будущие выпускники посещали среднеспециальные и высшие учебные заведения города Кумертау. Итогом стала ярмарка учебных мест, на которой представители учебных заведений ознакомили выпускников со специальностями и условиями обучения. Каждый желающий получил возможность пройти профессиональное тестирование, которое помогло определиться с выбором будущей профессии. 23 ноября в администрации города состоялось очередное заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции под председательством главы администрации Бориса Беляева. Напомню, что 9 декабря – Международный день коррупции. И в связи с этим от главы администрации поступило предложение провести ответственным сотрудникам разъяснительную работу и еще раз напомнить об основных принципах проводимой работы во всех подведомственных учреждениях. На повестке дня рассматривалось три вопроса. Начальник отдела КУС Минземы имущества по городу Кумертау Анатолий Бочкарев рассказал об осуществлении контроля за использованием муниципального имущества, в том числе земельных участков, а также за порядком передачи прав на пользование данного имущества и его отчуждения. Заместитель главы администрации по ЖКХ инфраструктуре и строительству Юрий Куров доложил о соблюдении законодательства при размещении заказов для муниципальных нужд и нужд муниципальных учреждений. Далее заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина внесла предложение по включению раздела «Антикоррупционное образование и просвещение в антикоррупционную программу администрации городского округа города Кумертау на 2017 и последующие годы». В предложениях значились специальный образовательный курс для муниципальных служащих и коллективов муниципальных организаций, а также акции-квесты для молодежи и разработка раздаточного рекламного материала. Широкое освещение темы борьбы с коррупцией в СМИ и социальных сетях. По итогам заседания внесенные предложения приняты к изучению. 24 ноября состоялся праздничный концерт, посвященный Дню Матери и городской конкурс Шежереба и Рамы «Праздник родословный». На праздники выступили семьи участников конкурса и лучшие коллективы города, которые поздравили присутствующих женщин своими номерами. Сегодня в «Ферценте Дуслык» проходит городской фестиваль КВН-2016 под названием «Союзмультфильм» даже не представлял. Среди участников представители молодежных творческих команд, общеобразовательных и профессиональных учреждений, а также трудовых коллективов. 23 ноября в рамках реализации программы поддержки местных инициатив объявлено аукционное приобретение оборудования для трех спортивно-игровых площадок, которые будут находиться в парке коммунальников и в селах Ира и Маячный. Площадки должны быть установлены до 1 июня следующего года. 24 ноября на площади Советов началась установка новогодней елки. В этом году кумерталцев будет радовать новая искусственная ель. Теперь об основных мероприятиях следующей недели. 26 ноября с 12 до 18 часов в торговом центре Кумертау пройдет традиционное мероприятие «Мамин городок». Юные посетители смогут попробовать себя в роли врача, повара, военного и многих других, а мамы получат возможность проконсультироваться у специалистов социальных служб города и посетить мастер-классы от лучших представителей индустрии красоты. Для всех посетителей скидки и розыгрышей приглашаем желающих принять участие. 28 ноября в 15.00 в Агентстве по развитию территории пройдет круглый стол на тему проблемы семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации и пути их решения. 29 ноября в 16.00 в конференц-зале администрации пройдет встреча с родителями детей инвалидов. 30 ноября в 15.00 в Кумертаушском педагогическом колледже состоится спортивное мероприятие, приуроченное ко дню инвалидов. 3 декабря в 12.00 в ФРЦНТ «Эдуслык» состоится концерт ко дню инвалидов. Приглашаем всех желающих принять участие. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин